Всем привет! Всем привет из Канады! Я тут сегодня в уголке устроилась. Мне здесь очень удобно, на самом деле. Я сегодня, знаете, о чём хотела поговорить? На самом деле, на это видео... Записать это видео навёл на меня комментарий, который я получила под одним из своих других видео, под другим своим видео. И я... Я вообще, на самом деле, давно думаю на эту тему, потому что меня это беспокоит. Почему меня это беспокоит? Потому что, ну, это какая-то часть моей жизни, которую я вынуждена как бы немножко скрывать, немного стесняться её. Хотя ничего стыдного, на мой взгляд, в этом нету. Но мы живём всё-таки в обществе. И здесь какие-то сложились стереотипы, которые мы... Ну, должны как бы им следовать, соблюдать, что ли. Я не знаю. Ну, в общем, я, наверное, никого не удивлю. Не выйду из шкафа, что называется, если скажу, что... Ну, вы знаете, я люблю одежду. Я люблю покупки. Я шопоголик. Это как бы факт. И... Ну, в хорошем смысле этого слова. И... Ну, это часть моей жизни. Да. Это моё как бы хобби, моё увлечение. Я это люблю. Мне это нравится. Я... Ну, не знаю. Увлечена этим. Всегда была всю жизнь увлечена модой, увлечена красивой одеждой. Слежу за звёздами, кто во что одевается. Слежу за модой. Очень много смотрю блогеров модных, русскоязычных, и не только. В общем-то, многих смотрю, но считаю, что я сама как бы умею одеться. Иногда неплохо. Не всегда получается, но иногда получается. И... У меня есть какая-то вот такая вот, знаете, у меня грызёт такой какой-то червяк, что... Это как... Это что-то стыдное. Это что-то постыдное, понимаете. Вот... Увлекаться одеждой, увлекаться модой, покупать много одежды, менять её, носить. В общем, быть увлечённым вот в эту область. Очень многие люди считают, что это какое-то пустое, глупое занятие, пустая трата денег и времени, которое, в общем-то, ну... Которым может заниматься только человек, у которого в голове вообще пустота, ветер. Вот такая вот блондинка, которая, знаете, только бегает и красит ногти и примеряет шмоточки. А комментарий был такой. Очки не надела, но постараюсь прочесть. Под одним из моих видео, где я какие-то очередные свои покупки показывала, что-то примеряла, значит, одна девушка мне написала. Вы так себя любите. Прям каждый пальчик свой. Рядитесь, рядитесь, порхаете. А дальше что? Пустота в душе. Причём дальше что было написано такими большими буквами. То есть, как бы... Ну, я должна сказать, что... Эта девушка, она, видимо, посмотрела несколько моих видео. Ну, я говорю, девушка, скажите, это женщина. Я не знаю её возраст. Она посмотрела несколько моих видео, оставила мне несколько комментариев под другими видео. Не самых таких лестных, но, в принципе, не грубых. Ну, таких, знаете, немножко с таким подколом, с издёвкой такой лёгкой, совсем лёгкой. Я бы даже сказала, что... Ну, вот, знаете, иногда люди просто пишут какие-то вещи, не осознавая, что они как бы пишут какие-то не очень приятные вещи. Ну, это бывает. Я, как бы, очень-очень спокойно к этому отношусь, потому что... Вот, все говорят, там, комментарии, хейтеры, хейтеры... Это не хейтеры, люди просто иногда пишут, не совсем у них... Ну, как сказать, у них отсутствует у некоторых понятие деликатности какой-то, что чем-то можно человека обидеть. Знаете, очень часто люди не примеряют к себе. Вот, если тебе такое скажут, так тебе будет неприятно. Но кому-то это можно говорить, человек не очень понимает. Ну, окей, я, как бы, спокойно совершенно к этому отношусь. И тем более, что у меня таких мало комментариев, на самом деле. У меня всегда в сне мы хорошие комментарии. Спасибо вам всем. Я очень ценю вас, всех люблю. А вот этот комментарий... Да, и вот она мне написала несколько комментариев подряд, под несколькими видео. Этот был последний, под одним из видео, где я вот показывала свои примерки. Я там, кстати, показывала, что я купила несколько колечек. И показывала их на пальцы на своём. Ну, а как ещё можно показать кольца? И, ну, видимо, крутила руками, там, пальцами перед экраном, перед камерой. И вот она мне написала, что вы так себя любите, вы любите каждый свой пальчик. Ну, она, может, не очень вникала в суть, но видела, что я там любуюсь своими пальцами. Я любовала себя кольцами, на самом деле, на них. Ну, неважно. И я как бы прочитала, я ей ответила, конечно, так вежливо, честно, написала ей ответ. Но я сейчас не буду его зачитывать. Я просто хотела на эту тему поговорить, что... Во-первых, как бы, что плохого в том, чтобы себя любить? Вот это вот я не понимаю. Это очень часто проскальзывает в разговорах, в каких-то вот обсуждениях, что... Ой, вы так себя любите. Человек так себя любит. Она так себя любит. Она так влюблена в себя. А что плохого в том, чтобы себя любить? Вот понимаете, есть у нас какая-то вот это вот... Что надо любить ближнего, а себя любить – это какой-то грех. Ну, почему? Как бы, что в этом плохого? То есть, я, наоборот, считаю, что человек, который себя не любит, он несчастен, его жизнь какая-то вот... Ну, он недовлетворен собой. То есть, если человек себя не любит, в этом жизнь какая-то причина. Он, может быть, ему не нравится своя внешность, его жизнь, его, я не знаю, характер, волосы, нос, там... Вопрос не только внешности, вопрос вообще, как бы, вот... Люди иногда себя не любят за какие-то свои там качества. Но это плохо, это как бы... Это причиняет человеку страдания. Люди ходят к психологам, на самом деле, разбираться со своим нутром, чтобы понять, почему вот сам себя человек не любит. Потому что, в принципе-то, это естественно, что человек сам себя любит. Как говорится, если мы себя сами не любим, то кто же нас будет любить? Мы у себя одни, да, как что называется. И, ну, почему-то вот обвинить человека, вот вы так себя любите, вы так влюблены в себя. Ну, это считается какой-то недостаток человека, что человек себя любит. Я вообще хочу сказать, если честно, я себя совсем не люблю. Вот я даже удивляюсь, где она это заметила. Я очень самокритична, я прекрасно вижу все свои недостатки, как внешние, так и не только внешние. Но я настолько вот далека от того, чтобы себя любить. Я, наоборот, очень часто ковыряюсь в себе. Вот это мне не нравится, то мне не нравится. Я бы это поменяла, это переделала. Вообще вот именно не только во внешнем виде, а во внешнем виде тоже очень много мне в себе не нравится. Но и вот в том, что я делаю, как я веду себя, вот мои какие-то загоны, знаете, какие-то заморочки, которые я не люблю и которые я бы с удовольствием бы от них избавилась. Ну окей, как бы дело даже не в этом. А я хотела поговорить еще на другую тему. В основном-то, собственно, это просто к слову пришлось, прочитав этот комментарий. Вот порхаете, порхаете, рядитесь, а дальше что? Пустота в душе. Почему рядиться, то есть наряжаться, любить красивую одежду, красивые вещи, это равно пустота в душе? Почему человек не может быть наполненной души и в то же время любить красивую одежду? Вот почему-то в головах у очень многих людей это какое-то противоречие. То есть если человек любит красивую одежду, любит наряжаться, любит покупать вещи, этот человек пустоголовый, у него в душе пустота, он вообще как бы ни о чем не думает, ни о ком не заботится, кроме как себя любимого наряжать. Мне кажется, что это идет еще из какого-то нашего постсоветского восприятия, потому что нам как-то вбивали в голову, мне в том числе. Поэтому я как бы, в общем-то, стесняюсь своего увлечения покупками и своего увлечения одеждой. Потому что нам вбивали с молоду, что наряжаться это плохо, любить одежду это плохо, красиво одеваться это плохо. Вот это вот какая-то советская догма и стигма о том, что одежда это прерогатива какого-то буржуазного общества, которые, вот, они, значит, вещизм, вот эти вот все слова, они увлечены одеждой, мода, это что-то плохое. Человек должен ходить в гимнастерке там и в кепке, и, я не знаю, в кожаной, в кожаной вот этой вот тужурке комиссара, иметь одни сапоги кирзовые, и, в общем-то, больше ему ничего в жизни не надо. Я считаю, что это вот какое-то наше вот постсоветское какое-то такое, знаете, внушение нам, что вот это буржуазное влияние моды, буржуазное влияние, что эти магазины, этот вещизм, это какая-то, вот, знаете, пустая, пустая трата денег, когда надо строить коммунизм, так некогда, в общем-то, рядиться и одеваться во что-то красивое, увлекаться модой, красивой одеждой. Это стыдно, это грех, это плохо, это какие-то буржуазские штучки, капиталистическое влияние, понимаете? Вот помните, как было все еще в советское время, я помню, ходила такая шутка, сегодня носишь эдидасы, завтра родину продашь, ну, что-то такое, ну, короче, вот, увлечение буржуазными брендами и западными вот этими вот западными ценностями в собирании одежды, в увлечении моды, это считалось не наши, не советские, не социалистические ценности, а именно буржуазные и западные. Надо как бы думать о великом, а мы вместо этого рядимся в тряпочке. И вот эта вот, как сказать, идеология, она настолько проникла в наши головы и настолько вседит, по-моему, продолжает сидеть в наших головах, что каждый человек, который увлекается одеждой, увлекается модой, он автоматически становится вот каким-то пустоголовым болваном, которого больше в жизни ничего не интересует. Я, честно говоря, тоже продукт этой же самой идеологии, потому что я еще раз повторюсь, что я сама как бы немножко стесняюсь. Вот я очень часто, например, не рассказываю своим подругам или там знакомым девочкам, что я ее откупила, то это я так покупаю, тихонечко в шкаф вешаю и не считаю, что это стыдно хвастаться, некрасиво, и они подумают, что вот, и какая-то тряпочница, и какая-то шмоточница, я вот столько покупаю вещей, и зачем мне столько вещей? Ну, вы знаете, вот что я хочу сказать? Любое увлечение, любое собирательство, любое коллекционирование, оно как бы не порицается. Это нормально. Если человек, например, собирает марки или собирает монеты. Ну вот, как бы, если подумать, зачем человеку такое количество вот этих маленьких бумажных квадратиков, совершенно бесполезных, бестолковых, которые он складывает в альбомы, он платит зачастую очень большие деньги за них, собирает, собирает, складывает в альбомы, эти альбомы складывает в кучку или там в шкаф, и вот у них пылятся тонны этих альбомов. Но это понятно, это человек увлекается в собирании марок. Никто ему не скажет, что вот как тебе не стыдно, у тебя пустота в душе, потому что ты собираешь эти ненужные, ненужные бумажные квадратики. Или человек собирает монеты, или все что угодно, понимаете? То есть у любого человека, любое хобби любого человека, в принципе, никто не прицает. И боль того, он сам этого не стесняется. Он собирает марки, он собирает марки, он собирает какие-то фигурки, там, я не знаю, наклейки, картинки, ну все что угодно. В общем, это довольно бесполезные вещи. И никто этого не стесняется, никто не скрывает этого, как что-то такое постыдное, что вот его будут осуждать за это. А человек, который вот увлекается модой и одеждой, он как бы старается вот это вот, ну, не показывать, чтобы люди не, ну, может быть, не очень афишировать это, так скажем, не то, что скрывает, но не афиширует, потому что это считается чем-то вот глупым, пустым, умный человек, интересный человек, никогда не будет этим увлекаться, этим заниматься. Пустое времяпровождение, вот бегание по магазинам, примерка вещей и так далее, а сидеть с удочкой, часами в лодке, это не пустое времяпровождение, когда можно пойти в магазин и купить рыбу. Но, тем не менее, ни один рыбак никогда не стесняется своего хобби, никто им никогда не скажет, что ты вот тратишь время, у тебя нет пустота в душе, потому что ты сидишь в лодке по три часа и пытаешься поймать какую-то рыбку. То есть, где душа и где вообще хобби и увлечение человека? То есть, вы понимаете, что я хочу сказать? Но почему-то именно все, что касается одежды и все, что касается вот шопинга и покупок, это вот считается какое-то увлечение пустоголовых, глупых теток, которые вообще, у которых больше ничего в жизни нет, никаких других увлечений и вот пустота в душе. Вот это мне вообще как бы... Во-первых, ну как бы, где душа, а где... А где это все? То есть, можно иметь полный шкаф одежды, иметь очень наполненную душу и вообще увлекаться еще очень многими вещами, интересоваться культурой, наукой, политикой, историей, чем угодно, при этом любить вещи, при этом любить одеваться. Кто сказал, что если человек любит одеваться, это значит, что у него больше в жизни нет никаких интересов, и он больше ничем не увлечен, и он больше ничем не занимается, и у него пустота в душе. Человек, может быть, при этом семья, дети, друзья, путешествия, другие увлечения. Ну, в общем, не знаю, не буду я больше перечислять, потому что вы, наверное, поняли мою мысль. И я вам хочу сказать еще, что я считаю, что это такое постсоветское немножко, ну, мнение, что ли, об этом, о шопинге, одежде, о интересе к моде, потому что, ну, вот я смотрю англоязычных блогеров из Америки, из Англии, из Европы, тоже многие по-английски ведут свои каналы, потому что, ну, охват аудитории англоязычных намного больше, чем, скажем, французский или шведский. И никогда в жизни, ну, никогда в комментариях никому даже в голову не придет написать, что пустоголовые, там, пустодушные люди, которые занимаются покупкой вещей и одежды, сидит, девушка, там, в каждом виде распаковывает сумку Шанель, а в другом сумку Гуччи, а в третьем сумку Левитон и так далее. И вот у нее вся фирма на фирме, и она абсолютно, не стесняясь этого, показывает, как бы, ну, человек есть деньги, человек покупает на здоровье, понимаете. И никогда в жизни в комментариях никто не напишет, что вот, что же у тебя в душе, если ты каждую, там, неделю покупаешь себе по дорогой сумке или по дешевой сумке или с Алиэкспресса заказываешь, неважно, понимаете, в принципе, то, что ты покупаешь, вещи, это считает, это, как бы, показывает пустоту твоих головы и твоей души. Никогда я на англоязычном Ютьюбе не встречала таких комментариев по отношению к людям. Ну, это хобби, ну, человеку нравится, ну, как бы, деньги есть, почему нет? Тем более я, ну, вот, про себя хочу сказать, я как бы на свои гуляю, я зарабатываю довольно хорошо и могу себе это позволить, покупать вещи, покупать одежду, разрабатываю сама, не то, что, там, на чьи-то, ничьи, ничьи деньги не трачу. Работаю тяжело, работаю много и могу себе позволить иметь какое-то увлечение, вот, и тратить на это какие-то деньги, тем более, что я, как правило, ну, я вообще королева сейлов и королева распродаж. Я вещи покупаю настолько дешево, то есть я, как бы, стараюсь поймать всегда, никогда не покупаю за полную цену, всегда жду сейлов, всегда жду распродаж, люблю секонд-хенды, это у меня вообще такое, как бы, я как охотник, рыбак, вот, поймать какую-то хорошую вещь за очень, не очень большие деньги, это, как бы, вот это больше даже мое хобби, чем просто покупать вещи и завешивать в шкаф, а именно, вот, поймать какую-то вещь, которую удачно, удачно совершить покупку, удачно купить какую-то вещь, которая очень хорошая, которая стоит дорого, но я ее нашла по дешевке, вот это, так сказать, даже, можно сказать, больше мое хобби, чем просто, вот, покупать вещи и весь в шкаф. Ну, естественно, естественно, что это все из этого исходит, что я их люблю примерять, люблю совмещать, люблю одно, люблю другое, в общем, сочетать как-то, естественно, это само собой, но, в принципе, я не считаю, что это говорит о каких-то моих человеческих качествах, моих душевных качествах, но никаким образом, никаким образом это не связано. Единственное, что вот в англоязычных, так сказать, в англоязычном ютюбе, какие могут быть нарекания на эту тему, что, ну, вот, в наше время, когда надо окружать, окружающую среду, там, беречь, охранять и так далее, есть очень много вот этих движений, как no waste, или zero waste, как-то это называется, что, в общем-то, ну, масс-маркет загрязняет окружающую среду, покупка вещей в масс-маркете и даже в люксе, это как бы, ну, не очень соответствует с идеями охраны окружающей среды, но это единственное, что могут предъявить вот в англоязычном ютюбе, но никаким, никаким образом это не связано с пустотой души и в голове у человека, который любит покупать одежду или покупать какие-то вещи и интересуется модой и следит за модой. Я надеюсь, что вам понятна моя идея и то, что я хотела донести. Я действительно, я действительно очень много над этим думаю, потому что меня действительно удивляет и поражает, насколько вот в нашей, как бы, русскоязычной среде выходцев из бывшего Советского Союза распространено такое мнение, что настолько в нас вбили вот это вот в голову, что вот этот вещизм, это плохо, что это буржуазное влияние, влияние Запада. И столько лет прошло, и уже, по-моему, несколько поколений выросло, которые выросли уже совершенно на других ценностях, но все равно есть неимоверное количество людей, которые вот следуют этим заветам и действительно вот от всей души считают, что рядитесь, наряжаетесь, порхаете, а дальше что? В душе пустота. Ну, в общем, я немножко немножко была в шоке от этого от этого комментария. Ну, не то, что в шоке, я, в принципе, встречаю эти комментарии на просторах Ютьюба не только по отношению ко мне, по отношению к другим блогерам. И не было для меня новостью, что это такая, вот знаете, такое вот отношение. Я сама, как бы, еще раз повторюсь, я стесняюсь того, что вот я вот люблю вещи, очень много покупаю, у меня полный шкаф, и как бы я стараюсь это как-то не афишировать, и так немножко. Во всяком случае, когда ко мне кто-то приходит, я так свой шкаф закрываю, а у меня этот walking closet, ну, шкаф, который можно зайти. Он небольшой, но такой, не шкаф-шкаф, а как комната небольшая. Я всегда закрываю двери, чтобы, хотя он находится в моей спальне, и очень редко кто-то из гостей сюда забредает, но тем не менее, я как-то всегда стараюсь прикрыть дверь, чтобы, ну, вдруг кто-то зайдет, там что-то кому-то надо будет, тут на второй этаж, по коридору, туда-сюда, в туалет, я не знаю, вдруг кто-то пройдет мимо и увидит мой шкаф набитый вещами, и мне стыдно, вот правда, мне неудобно, как бы, потому что вот это вот какой-то вот такой вот вот тайная, тайная, вот какой-то тайный, тайная страсть, тайная какая-то, ну, вот знаете, не грех такой, плохое что-то я делаю, вот то, что у меня много вещей, я покупаю много вещей. Вот, девочки, жду ваших комментариев. Очень мне интересно, что вы думаете на эту тему, потому что я думаю, что у меня на канале собрались, в общем-то, мои, ну, как сказать, сёстры по разуму, которые, которые к этому относятся, может быть, похожи, а может быть, и не так, но в всяком случае люди, которые меня смотрят, это, как правило, люди, наверное, которые любят шопинг, которые любят ходить по магазинам, покупать вещи, поэтому я думаю, что вы поймете меня и вы, возможно, будете где-то солидарны, самом, может быть и нет, но во всяком случае напишите мне, что вы думаете на эту тему, но вообще вся вот это вот все вот это вот как бы существующее мнение о том, что человек, который увлекается модой, он какой-то пустоголовый глупый и заслуживающий к себе уважения человек я еще придумала себе такое оправдание, что я я не шопоголик, я коллекционер я собираю вещи, коллекционирую их в общем, ну вот, кто марки кто монеты, а я вещи все, люблю, целую вас, жду ваших комментариев и жду вашего мнения на эту тему, увидимся в следующем видео, всем привет из Канады, с вами была ваша Дита пока-пока-бай